Ну, наконец-то! Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и да, я сломала ноготь, я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моём канале, и сегодня я снимаю новое видео, которое я хочу посвятить своей первой любви. Как бы это странно ни звучало, да, я реально один раз влюбилась, причём влюбилась капец как, и я уверена, многие девочки, возможно, даже мальчики, которые смотрят это видео, меня поймут. Я просто хочу рассказать вам ту самую историю, с которой начались все мои первые взаимоотношения, с которой я вообще начала понимать, что такое бабочки в животе, вникать в текста песен про любовь. Это всё настолько запущено было на тот момент для меня, но в этом видео я не только поделюсь с вами этой историей, но ещё и дам советы. Что же делать, если вы влюбились? Почему это не так страшно? Почему не стоит переживать? И чем же себя занять? Как немного отвлечься от этого, особенно если это не взаимно? Вам ещё пригодятся мои советы, потому что, как влюбилась я, это был, конечно, полный капец. Я уверена, ещё, кстати, этот мальчик до сих пор смотрит это видео. Поэтому, да, я передаю тебе большой привет. Я просто хочу, ребят, чтобы вы знали, что мы с вами семья, и я хочу, чтобы вы реально самыми первыми узнали и услышали об этой истории. Это реально будет супер круто, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы же до сих пор этого не сделали, потому что, не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного, и будете натыкаться на мои видео ещё не один раз, нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и никогда ничего не пропускать. В общем, это история от Карина Аркелян с советами, с объяснениями, что делать в этом случае, что делать в этом случае. Это не только история, да-да, как я уже сказала, моя первая любовь. Я знаю, что вы не любите, когда долго была боли в начале, поэтому это история о моей первой любви. Мы можем начинать, поехали! Итак, я записала заголовки специальные в заметках, чтобы каждое начало чего-либо нового начиналось с какого-то определённого заголовка. Ну, вообще, началось это с того, что я была, по-моему, если я не ошибаюсь, в пятом, нет, в шестом, нет, в пятом классе, да, это уже была не начальная школа, и к нам тогда в класс перешла девочка, которая на тот момент стала моей лучшей подругой. А моя на данный момент лучшая подруга, с которой я общаюсь уже 12 лет и училась до четвёртого класса, всю начальную школу, перешла в другую совершенно школу, и пришла новенькая девочка, которая веселила меня и всегда поднимала мне настроение. Ну и, соответственно, с начала пятого класса пришло очень много новеньких в школу, я начала видеть всё за пределами одного класса, потому что во время началки, да, у нас все предметы вела наша одна-единственная учительница. Так вот, да, там были старшеклассники, я начала чувствовать себя уже такой прям супер-взрослой, на всех смотрела, со всеми пыталась познакомиться, ну и однажды, во время урока физкультуры за пределами самого здания школы, на заднем дворе, на улице, где у нас была физкультура, мы с Лизой были освобождены, так звали эту девочку, и гуляли по кругу, вокруг футбольного поля, а там постоянно около этого футбольного поля сидят все старшеклассники, некоторые уроки прогуливают, занимаются, в общем, фигнёй. Ну и Лиза мне такая говорит, Карин, слушай, посмотри вот на этого мальчика, мы мимо проходим, говорит, смотри, какой он красивый, типа, он мне так давно нравится, я боялась вообще тебе об этом говорить, просто потому что не могла понять, вообще нравится он мне или не нравится, ну и что, соответственно, происходит, я смотрю на этого мальчика, и знаете, как это происходит? Это происходит максимально мгновенно, я смотрю на него, он на меня вообще на тот момент не смотрел, не обращал на меня никакого внимания, и я понимаю, что да, этот парень просто офигенный, и всё. И Лиза мне начала с этих пор каждый день что-то про него говорить. Я ей сказала, слушай, да, реально очень симпатичный, но на тот момент у нас не было, да, никакой-то прожбы там, да, каких-то недопониманий. Если бы я и сказала, а я и сказала, что да, мне тоже понравился этот мальчик, она бы не обиделась, что, соответственно, и произошло. Я ей говорю, блин, он мне тоже нравится, такой симпатичный. Она говорит, о, прикольно, давайте поза ним иногда наблюдать. Я говорю, давай, ну и в итоге с чего всё началось? Мы постоянно ходили на переменах по школе, по кругу, смотрели на него, он на меня не обращал абсолютно никакого внимания, и знаете, каково мне было, когда ещё и моей подруге нравился этот мальчик, и она мне изначально его показала. Соответственно, я первая не могла, как бы, начать, да, с ним знакомство. А потом я поняла, что Лизе было, в принципе, всё равно, и этот парень, его звали Влад, для неё абсолютно ничего не значил. Поэтому, как бы, она мне сказала, Карин, он твой, мне реально всё равно, просто симпатичный, красивый парень. Она не хотела мне теми словами во время физкультуры донести, что она в него прям влюблена. Она имела в виду, что он ей давно симпатичен, но это, ну, естественно, не чувство, и она бы не хотела с ним иметь каких-либо отношений. Ну, а я, ребят, влюбилась до такой степени сильно, что поняла, каждый раз, проходя мимо него, у меня вот так вот херачило сердце. Я постоянно внутри меня что-то такое, как будто взлётное, вот реально, как бабочки в животе, непередаваемые ощущения первой любви, когда тебе мальчик изначально понравился тупо пока что по внешности. У этого мальчика были суперкрасивые, по-моему, зелёные глаза, я уже не помню, с безумно длинными ресницами. И он нравился практически всем девочкам из его параллели, да, из старших классов, из чуть-чуть помладше. Я была в пятом классе, как я вам уже сказала, а он в шестом. Ну, и эта история наша продолжалась до конца моего шестого класса, а его седьмого, то есть практически два года. Да, я целых два года по нему жёстко убивалась, он мне пипец, как понравился этот человек, был для меня реально чем-то таким неимоверным, потому что в жизни я никогда не сталкивалась с подобными ощущениями, и для меня это было что-то такое прям... Ааа, я влюбилась, я прям капец, как влюбилась. И вот с этого у нас всё началось. Постоянно мы с Лизой ходили по школе, смотрели на него, обсуждали его, когда он мне впервые посмотрел в глаза, я это помню. А я ещё была такая прям растяпа, мне было всё равно, как я выгляжу. Я ходила в одной такой вонючей рубашке, в каких-то чуть ли не шлёпанцах, знаете, такие сандалии а-ля каблуки, балетки, в которых ты ходишь в школе, постоянно как сменку носишь, и тебе всё равно, что у тебя на ногах. Ну, естественно, пятый класс, типа, мне было вообще всё равно, и я не верила в чувства, как это вообще возможно кого-то, ну, любить. Ну, влюбиться в парня, как это вообще? У меня такого не было, ну, ни разу до этого. Ну, и, соответственно, следующий заголовочек. Да-да, как вы прочитали по названию, я решила найти его в социальных сетях. Поиск странички, да? И это мне далось не так уж и легко. Почему? Потому что социальные сети он, как оказалось, толком практически не вёл совершенно. И для того, чтобы понять, как он записан в социальных сетях, мне нужно было познакомиться практически со всеми его одноклассниками. С некоторыми я была знакома, там, общалась иногда, да, но всё равно это было что-то не то. Я у них спрашивала, они говорят, слушайте, ну, Карин, мы не знаем вообще, какая у него страничка, мы толком с ним не контактируем, потому что Влад, этот мальчик, он общался в основном с пацанами, они вот так вот постоянно во что-то играли на переменах и так далее. Нет, ребят, это не был какой-то, знаете, такой прям задрот. Офигенный парень, прям вот, ну, я вам скажу, до сих пор он мне симпатичен, внешность я имею в виду. Прям суперская, красивая такая, специфичная и необычная такая внешность, она прям, ну, редка. К сожалению, фотографию я вам не смогу показать, но представьте, тёмные волосы, огромные глаза, форма лица такая немножечко остренькая, красивые и небольшие губы, длинные ресницы, густые брови, вытянутый, высокий, и стиль у него очень красивый был на то время. Рубашка вот такая вот закатанная, распущенная, и штаны с подворотами, блин, ну, мне очень нравился тогда такой стиль. Я познакомилась со всеми там девочками, буду говорить уже более-менее вкратце. Ну и потом в итоге у его друга, с которым я до этого была знакома и виделась просто не один раз, а я как узнала, он в это время болел, что он из его класса, я попросила его страничку ВКонтакте. У нас было два общих друга, а те девочки, кстати, мне говорили, что не знают его страницу, да, вот оно, лицемерие. Они догадались, что он мне тоже понравился, и, зная его страницу, сказали, что её не знают. Круто, да? Ну и в итоге мне этот мальчик, Саша его звали, дал мне его страничку, ну и, соответственно, я настолько сильно была влюблена, что ему начала писать, привет, как у тебя дела, т-т-т-т-т, и какая у меня была самая ужасная ошибка. Примерно на второй день общения, а я была рада, что он мне отвечает, я призналась ему в любви. Ну, не так, конечно, а просто сказала, ты мне нравишься. И знаете, как он мне ответил? Я это запомню вот прям на всю свою оставшуюся жизнь. Он ответил мне просто вот этим эмодзи, блин, тупо вот этим эмодзи, вы понимаете, насколько и как я себя чувствовала. Ну, вообще, я подумала, блин, круто, парень ухмыляется, ему нравится, он так улыбнулся, типа. Но ему на самом деле было всё равно, потому что ему была симпатичная другая девочка из класса, с которой у него были какие-то мутки, а с ней особо не была знакома, потому что она славилась тогда тем, что она практически ни с кем не общается, такая прям чсв, девочка такая а-ля крутая. Ну и, соответственно, я тоже с ней потом со временем познакомилась, она была интересная, но всё равно у неё постоянно были какие-то нервные срывы, и ей всё в жизни не нравилось, она сбегала из дома, там ещё всякой хернёй занималась, не буду вдаваться в подробности. Ну, в общем, мы с Владом начали переписываться, общаться, я радовалась каждому сообщению от него, он мне первый очень редко писал, но это был, конечно, полный капец. В жизни в школе, естественно, мы не пересекались, точнее пересекались, но он со мной не здоровался и не общался. Когда он понял, что всё-таки, да, он мне нравится, он постоянно уже на меня в школе смотрел. Ну, якобы я этого не замечаю, но, блин, я капец как отчётливо видела, что он на меня пялится. Я прохожу мимо с Лизой, да, специально, чтобы, блин, попасться, мы отслеживали, когда и где у него урок, и ходили именно там, чтобы вы понимали. Блин, мне сейчас так стыдно, всё равно, прикиньте, если он сейчас это видео смотрит, я ему все карты раскрываю, тупая девчачьей любви. Короче, мы постоянно ходили с Лизой, он на меня вот так вот смотрел, где с мальчиками, вот так вокруг они стояли, что-то в телефоны, да, задротили. И он мог вот так вот на носочке встать и посмотреть, где я там иду или не иду, я, знаете, смотрела и наблюдала всегда за этим, что я ему всё-таки, ну, была небезразлична. Мы переписывались, но ни разу я к нему не подходила, и мы боялись подойти друг к другу, проходили мимо друг друга. И это прям такая детская, начинающая такая прям любовь. Love story, серьёзно. Да-да, я решилась позвать его гулять. И произошло это настолько странно, у меня даже слов нет, ребят, чтобы это подобрать, я планировала позвать его погулять очень долгое время. Ну, прям капец какое долгое, он мне прям ужасно понравился, но я боялась даже в глаза ему посмотреть, подойти к нему, у меня тряслись руки, тряслись ноги, я вела себя как какая-то просто полнейшая идиотка. Всё, что касалось моей внешности, мне сразу казалось, что это страшно, некрасиво, ужасно. Кстати, так делать не надо, девочки, точно вам говорю. Ну и да, я один раз на перемене, когда он сидел один, решилась подойти к нему, и это было настолько стыдно. Господи, мне сейчас так неловко, я просто поставила себя на место той Карины и окунулась немного в эту ситуацию, мне было реально стыдно. Я помню, я подхожу к нему, он смотрит на меня, сначала не понимает, я к нему иду или не к нему, а я иду ему в глаза смотрю и вот так улыбаюсь, думаю, боже мой, мы боялись друг к другу в глаза смотреть, а я иду и вот так улыбаюсь, вот так, как идиотка просто. Он такой, боже мой, вот так на меня посмотрел и вот так вот взгляд отвёл, ну ему стало неловко, естественно. Я подхожу к нему и говорю, Влад, привет, всё, у меня начинается тряска, у меня трясётся голос, я начинаю волноваться, всё, мне уже страшно, мой хомячок там вовремя начал по колесу бегать. Ну и я подхожу, говорю, Влад, слушай, я, конечно, понимаю, что ты занят иногда, бываешь, просто начинает такую шнягу нести. Я говорю, ну я бы была не против, может быть, сходим как-нибудь погуляем поближе, познакомимся. Я настолько это говорила волнующимся голосом, я прям тряслась, я волновалась, что кто-то из его друзей увидит. Он постоянно вот так оглядывался, я видела, что он за что-то волнуется, но как оказалось, он сказал мне, да-да-да, ну мы спишемся, мы же там с тобой переписываемся, да? Я говорю, да, и всё, я ушла, там, угу, ничего больше интересного не было, ну и что вы думаете? Под конец уроков я думала, что мы пойдём гулять, я его ждала полчаса, он мне во Вконтакте написал, что да, увидимся. Я его ждала полчаса, он не пришёл. И вот так вот у нас продолжались все два года. Мне написала эта девочка, сказала, извини, типа, что ты себе позволяешь, мы, если что, находимся в таких а-ля отношениях, типа, он мой близкий, почти что, типа, парень. Я говорю, ну почти же парень. В общем, мы с этой девочкой, Аня её звали, так и не сдружились вообще совершенно. Иногда могли там походить вместе, да, и я пыталась с ней сдружиться специально, чтобы Влад обратил на меня внимание, но ничего этого не происходило. Только потом уже он начал постепенненько обращать внимание на меня, но об этом чуть попозже. Я ему постоянно помогала, я ему там, я не знаю, делала какие-то поделки из резинок, мы угорали, я ему там всё дарила. Мне было всё не жалко, все тетрадки, всё, что ему нужно было, я всё приносила, я во всём ему помогала. И это была реальная, настоящая первая любовь. Ребят, вы не представляете, какие у меня были незабываемые эмоции вот этой первой влюблённости. Я и плакала, естественно, я плакала. Я постоянно плакала, что всё-таки у меня сразу не получается. Мне хотелось постоянно, всегда хотелось к нему наслаждаться и смотреть на него. Меня постоянно трясло, и я всегда хотела его увидеть, всегда я хотела, чтобы он обратил на меня внимание. И он мне прям супер сильно понравился, ребят. Ну это была прям самая настоящая первая любовь. Ну, естественно, в тот день он не пришёл, мы с Аней сразу не сдружились. В школе потом как-то один раз то ли она мне нахамила, то ли я ей. И потом мы решили поговорить, выяснили, что мы не такие уж идиотки, как друг друга считали, да? То она с Владом ссорилась и говорила, да, Карин, все парни придурки. То там она мне через год вообще сказала об этом чуть попозже, что ему пофиг на неё, и она мне помогала его добиться. Господи, это такой детский, но в то же время интересный бред, что мне охота о нём рассказывать просто вечно. Итак, ребят, слушайте, что было дальше. Да-да, почему конкуренция? Потому что именно в этот день я познакомилась с ещё некоторыми девочками, а практически со всеми девочками из его класса, и я поняла, что он нравится, ну, как минимум, там ещё четырём девочкам, да? И причём нравится он им так, ну, достаточно, не на шутку, и всё. После этого, когда мы все рассказали о чувствах о своих, а я капец как в него влюбилась, ну, ребят, им ещё было всё равно, у них это была явно не первая любовь, а как влюбилась я, ну, там просто все заколебались это вечно слушать, и это была моя грубая и серьёзная ошибка, что я начала всем рассказывать, как сильно он мне нравится, потому что, естественно, все ему тоже об этом начали докладывать. Ну и всё, да, почему конкуренция? Вы соревновались с этими девочками? Соревновались, да? Ну, я замечала. Кто придёт круче? У нас вот такие вот были соревнования с девочками. У одной новые шмотки, у второй новые шмотки, у меня новые шмотки, о, новый макияж. Хотя до этого мы все ходили в одних и тех же шмотках, нам было всё равно, но тут у нас появилась конкуренция, и мы уже начали соревноваться, кто у нас вообще добьётся этого мальчика. Но вы, ребят, просто не представляете, какие у меня были чувства. У меня, кстати, до сих пор, я вам больше скажу. Секунду. У меня до сих пор остались духи, которыми я пользовалась на протяжении всего времени, когда мне нравился Влад. На протяжении, чёрт его возьми, всего времени. Тут осталось полуфлакона, и я очень дорожу этими духами. Я хоть ими сейчас не пользуюсь, этот аромат уже совершенно мне не подходит, и мне было вообще всё равно, чем пользоваться. Но пшикнув его буквально один раз, ребят, я просто вспоминаю те самые ощущения, ту самую любовь, которая у меня была. Это самые незабываемые были ощущения, чувства, и мне было так легко, но одновременно так сложно принимать то, что я влюбилась. Для полной атмосферы. Господи, ребята, ну я просто, это такая ностальгия, я как будто заново влюбилась в него. У меня прям такие чувства незабываемые, всё внутри переворачивается, и я резко вспоминаю, как я слушала грустную музыку, как я убивалась, как я плакала, как я пыталась ему понравиться, как я его часами ждала, а он не приходил, как он постоянно писал какой-то бред, как у нас были свои шутки. Господи, как я обо всём ему писала, как мы доверяли друг другу секреты, как я перед ним вообще была другой. И когда ты влюбляешься в мальчика, и он тебе сильно нравится, ты иногда даже меняешь голос и становишься другой, то есть такой прям более девочкой. И у меня вообще на то время я меняла перед ним голос, я была другой. Господи, какая это ностальгия, ребят. Наставлю эти дыхи сюда, чтобы они тут стояли, так сказать. Да, наконец-то, наша первая прогулка. Всё это время я с ним переписывалась, мы договаривались увидеться, он меня кидал, мы общались, в школе иногда там могли как-то друг другу помахать, или он мог, знаете, как ребёнок, просто я иду с подругой о чём-то разговариваю, он мог пройти мимо и что-то сказануть, какое-то одно слово. Я целый день потом гадала, что же он сказал. Потому что толком мы не общались, но какие-то подколы, когда он мимо меня проходил, или я мимо него, мы могли друг другу сказать, но общения как такового в школе не было, это был просто капец. Я помню, мы в переписке постоянно всех обсуждали, разговаривали. Вот она первая любовь, ребят, и да, первая прогулка. Мы наконец-то договорились увидеться, у нас уже были такие прям достаточно близкие отношения, потому что я просто делала для него всё, я готовила для него всё. Я ему дарила всё, что можно было, всякие конфетки бинбузл, всё, что у меня было, всё, что для меня было круто, и на тот момент обсуждаемо в школе я всё ему отдавала. Все подделки из резинок, типа, это тебе, давай, пускай это будут наши, типа, будущие дети, да, просто плетёные какие-то подделки. Вот такие у нас были свои шутки. Ну и, соответственно, всё, мы договорились погулять. Я помню, он меня... Это была зима, он меня ждал у моего дома. Я ещё так расфуфырилась, надухарилась, господи, кошмар. И мы, помню, гуляли, я жила у леса, там была огромная прогулочная такая тропинка, и мы прям по ней гуляли, постоянно волновались, торопились, шли быстро вперёд, говорили обо всякой фигне, могли долгое время молчать, у нас были какие-то подколы, постоянно он матерился, я материлась. Пытались показаться крутыми перед друг другом, ну а потом все остальные встречи у нас были такие, что он брал с собой иногда своего близкого друга, и вот уже общавшись с ним, а я гуляла рядом, ему было не так уж неловко, и мы могли даже один раз взяться за руки. И вот с этого у нас всё началось. А Аня, та девочка, которая якобы с ним встречалась, у них не было никаких отношений, просто Владу она была симпатична, да и самой Ане точнее он нравился. Но они как-то всё равно не сошлись характерами, им было всё равно друг на друга, но они общались, в общем, вот такие вот мутки у них были ещё, когда мы с Владом приняли решение, что мы друг другу нравимся, у нас всё чуть-чуть взаимно, ну у него, естественно, взаимно, а я была капец как влюблена. Иногда Влад мне говорил, вот я с Аней, там я то с Аней, всё-таки Аня мне нравится, были вот такие вот прям шутки, знаете, я хоть мельком помню, но для меня это реально настолько важно было на тот момент, что я плакала, то есть любое его слово, любой его ответ для меня заканчивался истерикой. Любая наша мини-ссора, это для меня истерика. Любое наше примирение, это улыбка до таких ушей. Ребят, я настолько была счастлива, что я с ним познакомилась, в общем, у меня были самые незабываемые ощущения. Ну и на этом заголовке я закончу и поговорю с вами о советах. Да, у меня действительно появилось огромное желание меняться, я постоянно покупала себе новую одежду, пыталась поменять прическу, чтобы ему понравиться, назло встречалась с другим мальчиком, с другим старшеклассником, который меня подкалывал, и как бы они были незнакомы, но я с ним везде гуляла, и потому что Влад меня никуда не звал, я специально гуляла с ним, и в итоге мы с ним встречались, а не с Владом, хотя нравился мне Влад. Это было все настолько запутанно, но Влад мне, я помню, иногда кидал фотографию, где мы вместе ходим, и мне было хоть и больно, но все равно я понимала, что только так он обращает на меня внимание, и что его реально колышет то, что я хожу с кем-то другим. В общем, у нас были такие прям детские отношения, и его общение со мной, естественно, было не очень. Он то хотел со мной видеться, то не хотел, то обманывал меня, то не обманывал, то говорил, что он занят и на самом деле гулял с какими-то двумя другими девочками, и со своим другом у них была такая компания, они специально меня никуда не звали, хотя я с ними была в нормальных отношениях, и этим обоим девочкам, как оказалось, нравился этот Влад, но они с ним дружили, специально меня не звали, потому что знали, что я реально прямая их конкурентка, и ближе всех с ним на данный момент контактирую в таких более влюбленных отношениях, да. Ну и вот так вот пролетело еще и лето, так быстро пролетело два года, под конец мы уже вообще практически полностью прекратили общение. Я вам больше скажу, даже тогда, когда я переехала в Москву, и через год приехала обратно в Челябинск, посетить просто родственников буквально на неделю, мы увиделись с этим Владом. И я была такая счастливая, я уже на тот момент подстриглась, и реально, ребят, он мне очень нравился, но со временем чувства угасли, естественно, поменялись вкусы, у меня уже и отношения другие тут в Москве появились, причем не одни, да, и это все было настолько запутанно, это была самая настоящая история, я перешла через такие страдания, через такие перемены, через такое общение с людьми, чтобы узнать, как он, что он, пересылки сообщений, скажи ему, передай ему, но только не говори, что я тебе об этом говорила, в общем, все было настолько запутанно, но это была самая настоящая любовь. И сейчас я вам просто хочу дать советы, ребят, что делать в том случае, если реально все не взаимно, парень очень странно себя ведет, вы просто убиваетесь, не нужно делать, как я, бегать за ним и так далее, потом просто мучиться несколько лет, это нафиг не надо, парни должны делать это сами, это в любом случае. Вообще, влюбленность дает сильную энергию, я тебе советую найти ей достойное, очень достойное применение, наподобие танцев, занятия спортом, побольше уделяй времени там на учение каких-либо предметов, потому что если ты влюбляешься, и уделяешь время только этому мальчику, ты потом просто полетишь, у тебя все оценки, естественно, спустятся на дно, как это было и у меня, я ни о чем не могла думать, кроме него, и все мои оценки были, это сплошные двойки и тройки. Вместо того, чтобы позволять эмоциям быть, да, ну типа, я влюбилась, пускай там, ну ладно, все внутри меня бушует, бабочки в животе летают, просто займи себя, и это действительно поможет. Естественно, можешь поснимать тиктоки, поснимать какие-то ролики в свободное время, чтобы не думать и не убиваться о парне, который тебе симпатичен. Подтяни английский язык, опять же, да, потому что английский язык нам всегда будет пригождаться. Попробуй порисовать, это тоже круто. Это рисование, даже если вы не умеете этого делать, всегда отвлекает. Поведи личный дневник, посмотри какие-то крутые творческие видео, где блогеры оформляют, меня всегда это вдохновляло, я, кстати, отвлекалась постоянно. Естественно, общайся с друзьями, показывай, что тебе весело, что тебе круто, и старайся очень много о нем не говорить. Попробуй влюбиться в кумира, наподобие какого-то популярного музыкального артиста, попробуй посмотреть какой-то сериал, опять же, да. Вот, например, всегда, когда я смотрю какие-то сериалы, мне нравится один актер, и я даже могу в него влюбиться, наподобие сериала Анжелика. Мне там нравился актер, его, по-моему, звали Никита, и я реально в него влюбилась, и я реально хотела найти его в социальных сетях. Или сериал Скам, мне очень нравился Вильям, вот он был просто офигенный. А, еще сериал Шерлок Холмс, да, и мне нравился Шерлок, и он мне даже снился. Чтобы вы понимали, да, это временно, но это круто, и не нужно зацикливаться на такой, прям сильно ошарашенной влюбленности, потому что жизнь, она одна, и не нужно убиваться, да, по поводу тупо какого-то парня. Если у вас все взаимно, то я тебя поздравляю, но все равно не нужно забывать о учебе, о всех хороших качествах. А если нет, и тем более ты девочка, и ты влюблена, попробуй показать себя с более другой стороны. При этом можешь иногда, да, поддерживать с ним общение, если он, конечно, тебя не динамит. Поговори с родителями, спроси у них, как они влюбились, что они чувствовали, потому что для меня родители, это в первую очередь мои самые близкие родные люди и мои друзья, да, с которыми я могу реально пообщаться на любые темы. Вот в последнее время у меня с родителями супер-супер доверительные отношения, я вам советую реально поговорить с ними. Задать вопрос, например, маме, мам, а как ты влюбилась в первый раз? Расскажи мне, пожалуйста. Пап, а как ты влюбился? Что это была за девочка? В детстве, естественно, все влюблялись, это понятно, это круто, и тебе будет интересно это послушать. Все остальные советы я вам обязательно напишу у себя в инстаграме, ник вы сейчас видите на своих экранах, обязательно подписывайтесь. Туда я выкладываю очень много всего интересного и там супер много советов, поэтому подписывайся. Ну и чуть-чуть поговорю с вами на тему неразделенной любви, да, о чем, собственно, мы сейчас с вами и болтаем. Но тут более углубленно. Вообще способность любить закладывается у нас с самого детства, как мне кажется. Для подростков, то есть для нас, этот этап является, как мне кажется, самым сложным в жизни, поэтому некоторые, влюбившись сейчас и слушая мои советы, могут подумать, что я какая-то дура, типа, как можно отвлечься, если ты влюбился? Ребят, просто послушайте меня и попробуйте через себя, не забивая на это болт, просто попробуйте, я вам говорю, сработает. Потому что все мы погружаемся в эти эмоции и не пытаемся слушать даже других. Мы влюбились, значит, все нужно забить болт на все. На все вокруг. Но нет, это не так, это неправильно. Естественно, мы, то есть подростки, переживаем шквал огромного количества эмоций. Вот огромного, прям суперогромного. Трудно, естественно, разобраться с таким огромным количеством чувств, когда они нахлынули, причем так быстро, и когда ты влюбляешься, ты реально такой весь прям бешеный-бешеный, у тебя очень много эмоций, и ты себя не узнаешь. Ну реально. Нужно просто уметь с этим справляться, это тоже важно. Все мы способны идеализировать наших избранников, да, которые нам нравятся, но именно поэтому мы болезни на это все переживаем, это тоже очень важно. Первая любовь в нашем сознании останется навсегда, поэтому не пытайтесь просто забыть. Это всегда останется в наших сердцах, так сказать, но имейте в виду, что все люди разные, обложка может быть прекрасная, офигенная, глянцевая, суперская, а внутри неинтересный, скучный текст. Я думаю, вы поняли, о чем я. Ну и естественно, мы все не один раз во время этих ощущений и не только можем столкнуться с недопониманием со стороны родственников. И остаться одними с незнакомым чувством внутри, нужно просто перебороть себя и попытаться отвлечься. Ну и учтите, пожалуйста, что впереди у нас целая жизнь, взаимная любовь. У вас обязательно будет семья, офигенный молодой человек, все у вас в жизни. Вот даже мой хомяк сейчас бегает и подтверждает мне этим самым. Все будет прекрасно, все будет чудесно. Не нужно зацикливаться на плохих моментах. Даже если вы влюбились, попытайтесь наслаждаться этими эмоциями, но ни в коем случае не грустить, не убиваться, не думать о чем-то плохом. Попытайтесь себя чем-то отвлечь. Это всего лишь один этап из миллиона в вашей жизни. Жизнь интересная, жизнь насыщенная, жизнь прекрасная. Наслаждайтесь моментами. И это самый главный вывод, который я хочу сделать. Ну и, естественно, на этом прекрасном моменте закончить. Ребята, ни в коем случае не грустите. Все вопросы пишите мне в директ, в инстаграме и в комментариях пообщаемся. Все ваши действительно рабочие советы по поводу того, что делать, если влюбился, которые сработали, пишите ниже в комментариях. Я буду лайкать те, которые проверены и которые реально крутые. Ну а с вами была Карина. Это было видео о том, что делать, если влюбился, где я, опять же, рассказала вам о своей первой любви, обо всей истории. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до самого конца. Не отчаивайтесь, и все у вас будет просто прекрасно. Всем пока-пока. С вами была Карина и мой хомяк. Субтитры сделал DimaTorzok